Вепрь ВПО 155-20 СП это облегченная затворная рама и кнопочный предохранитель. Автоматика оружия работает за счет отвода пороховых газов в поперечные отверстия в канале ствола с длинным ходом поршня жестко соединенного затворной рамой. Запирание канала ствола осуществляется поворотным затвором на два боевых упора. У СМ Калашниковский доработанный. Как и у модели 155 СП, планка для монтажа оптики планка Пикатинни длиной около 20 см. У исполнения 20 см жестко соединена с конструкцией автомата, проще говоря, приварена. На мой взгляд, консольная планка является лучшим решением в сравнении с планкой Пикатинни, смонтированной на шарнир на закрепленной крышке ствольной коробки. И, безусловно, является более стабильной конструкцией в сравнении с консолями, ставящимися вместо прицельной планки на штатное место. Поскольку исполнение 20 является продолжением идеи, реализованных в модели ВПО-155СП, я бы отметил основные отличия. Прежде всего, это наличие механического прицела. Вещь крайне необходимая, на мой взгляд, для любого оружия, в том числе спортивного. У исполнения 20 оно состоит из мушки, регулируемой в двух плоскостях, она установлена на основании газовой камеры, и диоптрического целика на хвостике планки Пикатинни. Следующее отличие – это облегченная затворная рама и облегченный коршень. И, конечно, нельзя обойти вниманием кнопочный предохранитель. Наверное, стоит подробнее остановиться на отличиях, первым важнейшим из которых я считаю само наличие механического прицела. Хорошо, что он есть, плохо, что мне лично он не подошел. То есть, соотношение размеров мушки и диоптра, и их взаимное удаление не позволяет для меня раскрыть потенциал этого оружия с точки зрения кучности и точности стрельбы. Но, поскольку диоптр здесь сменный, будь это оружие моим, я бы наверняка повозился с подбором и профилем этого отверстия. В тире я обратил внимание на то, что механический прицел нашего карабина добросовестно приведен к нормальному бою на заводе, как под меня. Куда целился, туда я попадал на 100 метров. С оптикой было все в порядке. Вот с этим дедалом я проверил карабин стрельбой. И, в общем-то, прицелов великое множество, которые может использовать практический стрелок или просто любитель стрельбы для реализации всего потенциала нашего карабина. Ну, как вариант, опять же, мы имеем еще и коллиматорные прицелы, коих великое множество. Вот, например, на этом месте он будет стоять оптимально для большинства стрелков. Ко вкусах не спорят, но это срединное положение, в общем-то, очень удачно. Что касается облегченной рамы. Для спортсменов одна из главных задач, точнее, наиглавнейшей является задача быстрого и точного выстрела. Точнее, не выстрела, а выстрела в последовательных. Каждый из которых должен быть не менее точным, чем предыдущий. Главный враг спортсмена – это отдача. Для того, чтобы ее побороть, используются различные методы, одним из которых является уменьшение массы подвижных частей. В нашем случае использована на заводе облегченная рама. Она очень существенно облегчена. В сравнении с массой стандартной рамы с поршнем 390 грамм, она похудела на целых 100 грамм. За счет диаметра штока поршня, за счет выфрезерованных отверстий в самой раме. Обращу внимание, что сочленение между штоком поршня и рамой выполнено подвижным, что способствует продолжительному ресурсу этого узла, этой детали. Очень важно, что поршень оснащен газовым затвором. Он препятствует прорыву излишних пороховых газов в ствольную коробку, которые, в свою очередь, оттуда летят в сторону стрелка. О предохранителе долго говорить очень сложно. Он удобен, работает четко, с оптимальным усилием, легко включается и выключается. Выключается он нажатием указательного пальца. Для правшей это удобно, разумеется, безусловно. Благодаря измененной конструкции ствольной коробки, мы можем присоединить к оружию практически любой приклад с присоединительным стандартом R15. В данном случае оружие укомплектовано простеньким прикладом. Плюсов у него два. Безусловно, они большие. Это, прежде всего, регулировка гребня, которая позволяет нам обеспечить удобство прикладки из любых положений, с любой энтропометрией стрелка. И регулировка по длине. По высоте гребень у нас регулируется в диапазоне 45 мм. По длине приклад регулируется в диапазоне 70 мм. Обратите внимание, что ось трубка приклада у нас практически соусна со стволом. У простоты приклада есть оборотная сторона. Он бесконечно люфтит. Обратите внимание, люфт довольно приличный. И если вы хотите сохранять СТП вне зависимости от положения стрельбы, вот серии, которую вы выполняете, примерно, ну, в каких-то разумных пределах, вам обязательно нужно следить за тем, чтобы приклад был нагружен всегда единообразно. Что я имею в виду? Либо в направлении, условно, нижней его стороны, либо верхней. При изменении прикладки, видите, вот этот люфт, СТП у вас по вертикали будет гулять. Безусловно, от этого никогда не избавитесь. Вариант радикальный. И, например, я предпочитаю фиксированные приклады. Это заменить приклад. А возможно, как-то его законтрить, выбрав удобную для себя длину, зафиксировать в этом положении, выбрав люфт. Это выбор на ваше усмотрение. Рукоятка с излишней ортопедией, такая своеобразная, ну, удобная, в общем-то, наверное, для большинства кистей, оснащена контейнером. Контейнер не герметичен. Не надо там хранить, например, батарейки без дополнительной упаковки. Цевьё диаметром 53 мм и массой 370 г. Практически полностью скрывает 520-мм ствол диаметром 19 мм. Дульный тормоз-компенсатор идет в базе с завода. В комплекте с карабином ВПУ-15520 идет магазин вместимостью 45 патронов калибра 5,56х45. Внутренний в соответствии с требованиями закона оборуживания вставлен ограничитель. Соответственно, с завода его вместимость 10 патронов. Для практиков важно, приемник у нас используется в этом карабине с сухарем. Карабин оснащен затворной рамой с левой и правой рукоятками взведения. Пользоваться им, безусловно, удобно, никаких хитростей. Все очень четко работает. Как и многие предшественники, ВПУ-15520 оснащен резьбовой пробкой газовой камеры, облегчающей уход за оружием в плане его чистки. Но есть одна проблема. Доступ к пробке о ВПУ-15520 в сегодняшнем исполнении ограничен цевьем. То есть его придется снимать, чтобы получить доступ к ним. А это не очень удобно, поэтому можно почистить с обратной стороны. А снять цевья можно посредством после отвинчивания шести винтов в основании цевья, скрепляющих цевья с муфтой. Головки этих винтов, конечные головки этих винтов не заглублены. Если бы это оружие было мое, я бы, безусловно, доработал и заглубил их. Благо, толщина цевья это позволяет, около 3 мм. В тире я проверил карабин Вепарь ВПУ-15520 филиппинскими патронами Армскор с массой пуль 3,6 и 4 грамма. 4-граммовая пуля показала, ну, ожидаемо, в общем-то, лучший результат. 5 групп с поперечниками в диапазоне 30-50 мм. 3,6 грамма пуля с массой пулей 3,6 грамм полетела похуже. Ну, худшая группа была около 80 мм, лучшая около 50 мм. Подробнее о стрелковом тесте карабина ВПУ-15520 вы можете прочитать в моей статье «Полуфабрикат для нетерпеливых» в апрельском выпуске журнала «Кавашников». Почему я назвал свою статью «Полуфабрикат для нетерпеливых»? Дело в том, что в этом виде карабин Вепарь ВПУ-15520, безусловно, уже пригоден для использования в качестве спортивного снаряда, скажем так. Другое дело, что спортсмен-профессионал, любой спортсмен-профессионал, все равно, каким бы идеальным ни казалось оружие, начнет настраивать его для себя. Так что приобрести его можно уже сейчас, стоит он около 65 тысяч рублей, но до конца года молот-оружие обещает отшлифовать некоторые неровности и предложить еще более близкое к идеалу исполнения своего спортивного Вепря. В частности, карабин будет оснащен полноценным двусторонним предохранителем. На этом, собственно говоря, все. Подписывайтесь на YouTube-канал журнала «Кавашников», который мы назвали «Время с оружием». Читайте нас на сайте www.kalašnikov.ru. Следите за новостями в социальных сетях. До новых встреч! Проводите больше времени с оружием! Проводите больше времени с оружием!